В Московском госуниверситете имени Ломоносова накануне собрались ректоры высших учебных заведений России и стран ближнего зарубежья. Для чего расскажет Ольга Пырочкина. В, пожалуй, главном вузе страны Московском государственном университете имени Ломоносова прошло заседание Совета Евразийской ассоциации университетов. В его же стенах подписано соглашение, благодаря которому Воробьевы горы станут ближе чувашским студентам и школьникам. Но обо всем по порядку. Евразийская ассоциация университетов – это относительно новое название довольно старого объединения вузов. Она начиналась как ассоциация университетов СССР. Это были в основном столичные вузы республик. Когда не стало Советского Союза, содружество сохранилось. Назвали Евразийской ассоциацией. Сегодня 139 представлено вузов в этом списке. Это больше 40 стран. Среди этих 139 университетов – Чувашский государственный университет имени Ульянова, который решает те же задачи, что и другие участники ассоциации. От финансирования до развития науки на своей базе. Основная цель существования Евразийской ассоциации – как раз обмен опытом. Сегодня главная задача, на мой взгляд, вузов – это очень быстро, оперативно, живо реагировать на вызовы рынка, на запросы работодателей. Практики сформировали самые разные. Опыт очень различный. И тем он интересен. Иногда не нужно изобретать велосипед. Надо просто воспользоваться опытом своих партнеров. И надо сказать, что они щедро с нами делятся своими наработками. Очень полезно то, что наш Чувашский государственный университет является членом ассоциации уже более 20 лет. И мы за это время смогли установить очень хорошие контакты при поддержке руководства республики. Могу назвать такие вузы, как вузы Армении, допустим, Яйванский государственный медицинский университет. Это вузы Средней Азии, Казахстана, с которыми мы имеем многочисленные академические и научные обмены. В списке учебных заведений, с которыми налажено сотрудничество, есть и МГУ. Теперь оно станет еще активнее. Прямо на заседании Совета глава Чувашии и ректор Московского госуниверситета имени Ломоносова подписали соглашение о сотрудничестве между республикой и вузом. Московский университет давно сотрудничает с Чувашией. Мы подготовили, наверное, тысячи ребят в разное время, хороших специалистов. Они работают, служат своей стране, служат России. А сегодня мы просто наметили новые горизонты, расширили сотрудничество, обмен студентами, преподавателями, научной тематикой. Будущее России за молодежью. Мы ценим эти отношения и будем создавать наиболее благоприятную среду. Последним вопросом повестки дня заседания было присоединение новых учебных заведений. Заявление поступило от семи вузов. Все они пополнят ряды членов Евразийской ассоциации университетов. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика.